Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что это с тобой случилось? Не говори, я знаю, наверное, твоя мать била тебя Не бойся, я поговорю с твоим отцом Мама не била меня Но почему вы рады, что меня побили? Нет, я не радуюсь, я просто не узнал тебя Не сдерживайте себя, смейтесь, если хотите Почему ты смеялся? Я не смеялся Если господин так сказал, значит смеялся Няу-няу, Ци-Ци в дальнем зале Пойдёшь к ней? Я немного занят Сестра Ци-Ци Генерал Лин Ворота уже поздно Боюсь, в моём поместье ещё не приготовили ужин Придётся и дальше Побеспокоить вас, генерал Вань Генерал Лин, я думаю Вас это беспокоит? Конечно нет Прошу, заходите Чёртова Ван Лин Она жестоко тебя избила Она испортила Такое красивое лицо Я надеюсь, надеюсь, её лицо покроется пятнами Оставайся на пару дней, раз ты здесь Вернёшься домой, когда мать перестанет злиться Спасибо, госпожа Вань Все старшие сёстры Ци-Ци замужем С тех пор, как она вернулась в столицу, бездельничает целый день Ты и твоя подруга должны начать учиться Я не хочу учиться Я хочу научить Шашан ездить верхом Кроме того, разве ты не видишь синяки на лице Шашан? Разве пишут лицом? Ци-Ци, когда ты собираешься начать учиться? И ещё Сними все украшения Перед кем ты так щеголяешь, когда уже темно? Тебе не тяжело с ними? Бабушка, ты не знаешь, сейчас люди в столице так одеваются Тогда приведи мне девушку, которая так же одевается И я закажу для тебя такие же украшения Если не найдёшь, кто так же одевается, придётся отдать всё это мне Старшая госпожа, у меня был трудный путь сюда Я ничего не ела и так голодна У вас есть еда? Отведи Шашан свою комнату поесть И помоги ей переодеться Исходя из слов Шашан, они поссорились с ними из-за разногласий Разве таково поведение девушки из знатного дома? Даже если ей было обидно Есть другие пути решения Нет нужды заходить так далеко Тогда скажи, какое решение позволит ей выплеснуть свой гнев и сохранить при этом мир? Она могла сообщить старшим Её мать присутствовала при этом Она даже не заговорила, чтобы добиться справедливости для своей дочери Зачем вымещать свой гнев? Она могла просто стерпеть Вся жизнь заключается в силе характера Потерять его значит наполовину умереть Если бы генерал Чен защищал свои интересы и подавлял гнев, я бы не позволила Сюнбаю стать его названным братом В неспокойные времена, что толку от союзника, который в критический момент не сражается с врагом, защищая тебя? Вы правы, старшая госпожа Ци-Ци берёт пример Сунбая Аша-Ашан с генерала Чена Они откровенны и не заботятся о мелочах Дружба Заключается не только в искренности Нужно уметь разбираться в людях Я уже не молода Я должна давать Советы своим внукам О том, как правильно выбирать друзей Тем не менее, я ворчу на тебя Это моя вина, что я не родила сына Генерал уже не молод Но у него нет сына Не поднимай больше этот вопрос Возможно, ты не проживёшь дольше, чем мы с Сунбаем А после смерти людей уже ничего не тревожит Старшая госпожа Госпожа Господин много выпил Он отдыхает в своём кабинете Сегодня он не почтит вас перед сном Я поняла Генерал Лин Буи ушёл? Он ещё здесь Я слышала, он ночует в гостевой комнате Думаю, он тоже пьян Генерал Лин не пил Давай Что скажешь? Я взяла папин бутыль с вином цель-лизуй Вкусно? Крепкая Сестра Ци Ци Мне любопытно кое-что Что случилось с ухом твоей бабушки? Об этом все знают А ты не знаешь? Не знаю Когда дедушки не стало, отцу едва исполнилось 10 лет Потом в поместье приехали дедушкины братья Они настаивали на том, чтобы бабушка снова вышла замуж И разрешила другому мужчине забрать собственность дедушки Как не умоляла бабушка Эти люди не давали покоя Поэтому бабушка отрезала левое ухо и бросила в их лидера И поклялась, что больше не выйдет замуж Старшая госпожа достойна восхищения Бабушка сказала У нее скромное происхождение Но дедушка никогда не был груб с ней Он всегда уважал ее и любил Он даже устроил ей шикарную свадьбу Еще он сказал, что бабушка лучшая женщина в мире Из-за слов дедушки бабушка не испугалась Даже если ей пришлось резать свою плоть по частям Это называется относиться к другим так Как они относятся к тебе Старшая госпожа героиня среди женщин Как думаешь, мы найдем героев, которым в будущем Мы сможем доверить свои жизни? Мама никогда не учила меня успокаивать солдат Поэтому, полагаю, мой будущий муж не будет служить в армии Мама не рассказывала про аристократические семьи Наверное, мама знает, что ни за кого из них я не выйду замуж Так что у меня не будет героя В будущем Будет лучше, если я выйду за надежного человека И буду жить обычной жизнью Как так можно? Ты будешь довольна, выйдя замуж за обычного человека? Конечно, буду С самого рождения Я мирюсь со своим недовольством Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Яу! Ты пришел домой с Ли Почему не отдыхаешь в своей комнате? Лоу-Яу, будь смелее Ты не должен быть хуже юной госпожи Чен Она хотя бы осмелилась возразить Почему ты стоишь у моей двери? Брат Бэнь Я пришел к тебе Я Хочу разорвать помолвку Бэнь У нас разные характеры, с ней трудно ужиться К тому же В столице все знают О ее отношениях с принцем Сяо Я чувствую себя несчастным И лучше скорее разорвать помолвку Я знаю, ты не... Хорошо Ты... Ты согласен? Пока у тебя есть второй старший брат Я не позволю тебе жертвовать ради брака Ты прав Лучше быть решительным Не важно, на ком ты женишься Я поддержу тебя Спасибо, Бэнь Я согласен с твоим внезапным решением Разорвать помолвку Ты выглядишь таким счастливым Кто-то уже завладел твоим сердцем? Не знаю Но если кто-то появится Ты узнаешь первым Возвращайся к себе Подготовка ко дню рождения у бабушки Я слышу стук с раннего утра Так это здесь? Господин Что не так с этим мостом? Юная госпожа и четвертая госпожа Чен Приветствую Мост неустойчив И небезопасен для ходьбы Ищу того, кто отремонтирует Но этот мост немного странный Неважно, какую балку переместить Она повлияет на другие Остается только снести мост И построить новый Я сообщу об этом генералу Дядя Вань потратил целое состояние На ремонт этого дома Ци-ци Откуда течет эта вода? С окраиной восточной стороны столицы Один только этот канал Стоил отцу десяти тысяч В день рождения бабушки Я покажу Ван Лин и остальным Что наше поместье Не уступает поместью господина Жуяна Няу-няу, куда ты идешь? Пойдем на ипподром Ци-ци Ты знаешь Я больше всего люблю строить Хочу посмотреть на него Пока его не снесли Пойдем Это всего лишь мост Я не хочу смотреть на него Сначала схожу на ипподром Приходи, когда закончишь Ночью кататься на лошади Скоро приду Музыка 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 О, понятно. Если вытащить эту балку, весь мост может... Генерал Лин, хочу извиниться за прошлую ночь. Я столько выпил, что ушёл раньше. Я не позаботился о вас. Неважно. Его Величество скоро отправится на запад. Я ещё не нашёл карту Шу. Я просто обеспокоен. Тогда это вы возглавили армию и вернули Шу. Генерал Вань. Вы не видели эту карту? Нет. Я никогда её не видел. Генерал Лин. Посмотрите поместье Вань. У нас нет недостатков сокровища. Зачём мне хранить эту карту сокровищ? Верно. Ни в чём нет нехватки. Я говорил это. Я очень благодарен Его Величеству за это огромное поместье. У моей семьи достаточно еды и одежды. Я не могу отблагодарить Его Величество за милость. Что я могу сделать с этой картой? Генерал Лин. Как насчёт того, чтобы осмотреться, раз вы уже здесь? Генерал Лин. Генерал Лин, стойте. Этот мост опасен. Он рухнет, если вы пройдёте по нему. Почему бы не пройти здесь? Мост опасен? Значит, этот мост опасен. Тогда стоит быть осторожнее. Да, следует быть осторожнее. Почему этот демон ещё здесь? Кажется, я не могу уйти от него. Сестра Ци Ци. Шо Шан. Отец купил эту лошадь недавно. Она послушна и подходит для новичков. Если понравится, я отдам её тебе. Если у тебя только одна, лучше её оставить. Просто моя мать откажется принимать её, если у тебя всего одна лошадь. Или если примет, не даст её мне. Хорошая. Послушная. Хорошая. Госпожа, старшая госпожа зовёт вас. Хорошо. Шо Шан, можешь прокатиться? Я? Прокатиться? Надоело. Бабушка раздаёт мне задания несколько раз в день. Узнаю, что ей нужно. А ты прокатись. Давай, прокатись. Пойдём. Иди сюда. Не двигайся. Так, ты лучше. Стой, стой, стой. Стой. Я научу вас. Хорошо. Теперь всё в порядке. В следующий раз не рискуйте. Хорошая лошадь знает природу человека. Если боитесь её, она станет донимать вас. Но если вы настойчивы, лошадь испугается вас. Это способ обращения с лошадью. В этом мире подобное относится к большинству вещей. Что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете? Если бы не я, вы могли серьёзно пострадать. Довольно смело с вашей стороны. У вас нет навыка верховой езды, но есть мужество ездить верхом одной. Я не смелая. Я не должна быть так близка с противоположным полом. Вы были слишком близко. Этого я испугалась. А не лошади. Вы крепко схватили меня за руку. Это вы были слишком близко ко мне. Кроме того, что если я сблизился с вами, потому что давно восхищаюсь вами. Тем не менее, вы не заинтересованы во мне. Восхищаетесь мной? Генерал Лин, на днях я сказала глупость. Не принимайте близко к сердцу. Кроме того, разве не вы сказали моему отцу, что я похожа на чиновников из Министерства наказания? Я не права? Госпожа Чен подслушала военную тайну. Если вы попадёте в Верховную судебную палату, то как преступница, а не судья. Я не подслушивала. Генерал Лин, возможно, я вас чем-то обидела, но не несите чушь. Да, я была под мостом, но я ничего не слышала. Разве? Да. Лин, Лин Буи, я совсем ничего не слышала. Я правда ничего не слышала под мостом. Вы видели, как распухло лицо госпожи Чен? Когда я её вижу, хочется смеяться. Не дай старшей госпожей тебя услышать, иначе тебя накажут. Я думаю, отсюда вы всё ясно слышали. Когда я нервничаю, я ничего не слышу. Уверены, что ничего не слышали. Карта Шу у генерала Ваня. Я пришёл за ней от имени Его Величества. Вы сами это мне сказали. Я не хотела слышать. Ваш дядя замешан в деле о вооружении. Эту партию оружия могли доставить в Шу. Узнав об этом, Его Величество решил отправиться на запад. Во что бы то ни стало, нам нужна карта Шу. Тем не менее, генерал Вань прячет эту карту. Ёная госпожа Чен, подумайте об этом вопросе. Ваш отец и генерал Вань – близкие друзья. Член вашей семьи замешан в этом оружейном деле. Если Его Величество узнает об этом, как он накажет семью Вань и семью Чен. Откуда вы знаете, что карта Шу находится у дяди Ваня? Я бы не узнал. Не останься на ночь. Дядя Вань любит только вино и богатство. Он никогда не предаст Его Величество. Он мог подумать... Он мог подумать, что это карта сокровищ. Я тоже так думаю. Генерал Лин, вы способны. Уверена, вы знаете, где спрятана эта карта. Я обыскал каждый уголок дома Вани. Но комнату старшей госпожи Вань неудобно обыскивать. Поэтому... Я могу попросить лишь вас. Почему бы не поискать ее самому? Вы поверите, если скажу, что я не забрал ее, потому что хотел защитить жизни всего поместья. Если поможете найти карту, я никому не скажу о том, что вы хотите сделать. А что я хотела сделать? Опасный мост. Значит, этот мост опасен. Буду ждать от вас хороших новостей. Когда сделаете одолжение, в будущем я исполню ваши желания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Ты как её положишь. Мне нужно немного отдохнуть. Генерал Лин. Готово. Хорошо. Выпейте, генерал Лин. Выпейте ещё, генерал Вань. Я здесь уже два дня, думаю, мне пора уходить. Генерал Лин, нам не хватило выпивки. Я приду на банкет семьи Вань через пару дней. Генерал Лин, я пойду. Но... Не уходите, генерал Лин! Говорят, с вами трудно иметь дело. Вот вам и осторожность. Мама. Мама. Мама, догадываешься, что случилось? Я запросто выпроводил этого злополучного человека. Он ушёл? Да. Он правда ушёл? Да, он ушёл. Он что-нибудь сказал? Он сказал, что придёт на банкет через пару дней. Спасибо за помощь семье Вань, генерал Лин. Что ты говоришь, мама? Зачем тебе благодарить этого парня? Мама. Зачем тебе благодарить его? Зачем тебе благодарить его? Мама. Мама. Подойди. Подойди ближе. Мама. Ещё ближе. Мама, что это? Шошан. Тётя Юаньи всё ещё злится. Почему ты уходишь? Я соскучилась по отцу. Мой отец... Мама! Перестань меня бить! Почему ты так жестоко? Ах! Мама! Отец! Отец! Мне жаль. Даже если мама забьёт меня до смерти, я больше не убегу. Несколько дней назад Няу-Нёу испугала поместье принца Жуяна. Теперь она страдает в поместье Вани. Кроме того, она уже поняла свои ошибки. Прошу, не наказывай её. Это от неё можно натерпеться страху. Кто может её напугать? Думаешь, она страдала в доме семьи Ван? Как можно сомневаться? Прошло всего пару дней. Посмотри на её осунувшееся лицо. Это потому что её отёк спал. Ты сказала, что была неправа. В чём именно? Раньше я думала, что везде лучше, чем дома. Поэтому хотела выйти. Но я наконец поняла, что нет места лучше, чем дом. Отец, я больше никуда не пойду. Останусь дома и буду послушной дочерью. Хорошо. Мы ещё не закончили. Говори, что ты учинила в доме Вани? Лин Буи был там. Что он там делал? Сказал, что ищет. Картошу. Мама, я не доставляла проблем в доме Вань. Я пришла домой лишь потому, что Лин Буи сильно пугает. Ты права. Когда я разговаривал с Лином Буи, то почувствовал холодную дрожь по всему телу. Неужели так трудно оставить свою привычку подслушивать? Я случайно это услышала. Дядя виноват в потере вооружения. Лин Буи подозревает, что оружие продали в Шу. Он считает, что люди Шу двуличны, поэтому искал карту. Разве это тема для обсуждения такой девушки, как ты? Ладно, если ты осуждаешь семью. Но это касается нации. Генерал, это дело правителя. Мы не должны это обсуждать. В твоих словах есть смысл. Няу-няу, ты кому-нибудь рассказывала об этом? Нет. Я сказала только тебе и маме. Больше никому не говорила. Няу-няу, ты не должна говорить об этом и рассказывать другим. А? Сохрани этот секрет, чтобы исправить свои ошибки. Вернись в свою комнату. Где она? Я еще не расспросила ее. Дорогая, разве ты не простила няу-няу? Будем считать, что она исправила свои ошибки. Я этого не говорила. Ты же сказала это. Разве не помнишь, что сказала? Дорогая, думаешь, люди Шу поднимут восстание? Карта Шу. С этой картой мы сможем заранее развернуть наши войска, и люди Шу не навлекут больше неприятностей. Но, молодой господин, вы знали, что карта спрятана в поместье Вань? Вы могли запросто получить ее. Зачем создавать себе проблему и оставаться в долгу четвертой госпожи Чен? Молодой господин считал, что генералу Ваню предъявят обвинение за хранение карты, если мы обнаружим ее при обыске его дома. Но совсем другое дело, если старшая госпожа Ваня передаст нам карту через четвертую госпожу Чен. Вот в чем причина. У Его Величества доброе сердце. Он думает, в этом вопросе возникло недоразумение. Боюсь, план Его Величества поехать с патрулем на запад заставит волноваться людей Шу. Боюсь, люди Шу бдительны. Если они не сделают следующий шаг, нам будет гораздо труднее поймать их. Поездка Его Величества на запад заставит их сдаться из-за нашей военной силы. Но те, кто боятся разоблачения, могут не сдаваться. Как думаете, что они сделают, если узнают о поездке Его Величества, предназначенной для них? В отчаянии они попытаются одержать верх, атакуя первыми. Молодой господин, что нам делать дальше? Мы окружили их и не оставим им шанса сбежать. Давайте заставим их волноваться. Вор! Поймать вора! За ним! Обыщите там! Почему ты стоишь? Иди туда! Ваше Высочество, мы обыскали это место, но вор был слишком быстр, нам не удалось его поймать. Бесполезный! Даже вора не поймаешь! Какой смысл тебя держать? Ваше Высочество, местность осмотрели, из поместья ничего не пропало. Ваше Высочество, случилось нечто ужасное! Ваше Высочество, плохо дело! Лин! Это Лин! Лин! Какой Лин? Скажи нормально! Это генерал Лин, он привел армию и окружил нас! Лин! Поехали!